Людям, выступающим против так называемой спиндоперации, часто говорят, почему вы выступаете сейчас, а не выступали, когда Украина отстреливала Донбасс. Я этим людям хочу напомнить одну известную фразу Иисуса Христа. Что смотришь ты на сучок в глазу брата твоего, а бревна в своем глазу не чувствуешь? Тем, кто спрашивает, где вы были в 8 лет, я хочу спросить, а где вы сейчас? Почему вы оплакивали детей Донбасса, но не оплакиваете украинских детей, если вы такие правильные, сострадательные? Почему вы, как многие из которых являются православными и отмечают христианские праздники, почему вы превозносите превыше всего принцип око за око и зуб за зуб? Хотя Иисус Христос учил, что надо любить своего ближнего, что нужно любить врагов ваших. А ведь украинцы нам не враги. Эта вражда существует только в головах россиян. Она посеяна туда с Путиным. Украинцы это наши братья, как в этническом, так и в христианском смысле. Поэтому те, кто пишут, что меня нужно отправить на Донбасс, это вам нужно съездить в Мариуполь, в Харьков, в Пучу и другие города, и посмотреть воочию, что устроил там так называемый русский мир. Посмотрите на себя, посмотрите, во что вы превратились. Вы погрязли во лжи. Вы закрылись от правды. Вы ненавидите тех, кто эту правду говорит. И после этого вы считаете себя нравственнее всего мира. Вы считаете, что имеете право чему-то учить этот мир. Да вы погрязли не только во лжи, но и в гордыне. Тот Запад, который вы называете загоневающим, он далеко опередил Россию не только в материальном, но и в нравственном отношении. Сегодня именно Запад является оплотом правды и справедливости. А Россия, благодаря таким, как вы, превратилась в империю зла, которую весь цивилизованный мир ненавидит. Все хорошее, что было в России, всю русскую культуру вы помножили на ноль. Не только Путин помножил, вы помножили. Спасибо. Спасибо. Где дискриминация? Драги взяли колю. Полиция не пройдет. Фашист не пройдет. Фашист не пройдет. Фашист не пройдет. Фашист не пройдет.